Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Одесситы возобновили традицию встречать депутатов и чиновников, которые идут на заседание сессии Горсовета пикетами. 3 февраля на Думскую пришли инвесторы недостроев и члены гаражного кооператива. Инвесторы недостроя на улице Мечникова пришли с требованием либо вернуть деньги, либо построить жилье. А члены нескольких гаражных кооперативов протестовали против сноса их гаражей. В ходе сессии Горсовета отмечалось, что гаражи установлены на земле, которая является коммунальной собственностью, и на которой планируют строительство перона аэропорта. Геннадий Труханов сообщил, что проведет встречу с членами гаражного кооператива, в ходе которой будут обсуждаться пути решения проблемы. Также на сессии Горсовета утвердили ряд программ, касающихся развития туризма, противодействия распространению ВИЧ-спида и наркомании, обеспечения жильем детей-сирот и ряд других. Депутаты установили новую стоимость питания для учащихся школ. Теперь будет выделяться в день не 10, а 17 гривен на ученика. А также утверждено и новое меню. А в документе, который регламентирует присвоение звания почетный гражданин Одессы, теперь появился новый пункт. Этого звания при определенных обстоятельствах депутаты могут лишить. В среду утром на Деволановском спуске рухнул дом, обвалилась стена здания, в котором никто не живет, поэтому обошлось без жертв. Еще одно обваление. Занедбанный дом перетворился на купу старых цеглин. Наразі камень прикрашают не только саму улицу, але и сходы, которые нещодавно отреставровали. Руины, огражденные красной лентой, сломанные фонари, черные пустые рамы от окон. Такой вид открывается с моста Кацебу всем, кто пришел посмотреть на последствия утреннего ЧП. На место прибыли чиновники, правоохранители и спасатели. Однако, по предварительной информации, людей под завалами нет. Никто не проживав. Есть информация, что біля будівлі находились люди, але вони встигли піти в момент обвала будівлі. Чиновники заявляють, что здание находится в частной собственности, а причина обрушения – халатное отношение к своему имуществу. Один власник має в власності 1400 квадратних метрів, другий – 2330 квадратних метрів. На теперішній час ми проводимо роботу, зв'язуємося з власниками цієї будівлі, напрямок того, щоб він привів до владу своє майно. Правоохранители проводят опрос свидетелей происшествия, специалисты обследують территорию. Обрушення дому на Деволановському спускі обсуждали і в ході сесії Горсовета. По словам городського голови, собственника рухнувшого дому искали на протяжении пяти лет і пытались повлиять на ситуацію. Зараз у нас є разработан план реконструкції Деволановського спуску, тому що там проходит коллектор глубокого залегання. Коллектор достаточно важний. Михайлович, на якій стадії у нас? А Борис Миколаївич, на якій стадії у нас? Я відповію. Да, будь ласка, Михайлович. Уже по коллектору уже работають, уже перетягивають його по новій технології немецкій. Тобто робота по коллектору вже ведеться, так? Да, робота вже ведеться. А що вона стосована цими недобрусованими власниками? Що касається собственника рухнувшого дому, то він вже известен, говорили в ході засідання сесії. Це строєнне нежиле, принадлежить гражданину Греції, господину Драгнису. Ми вже неделю назад приглашали його, предупреждали, що в случае, якщо він не буде срочно приводити порядок в свою собственність, ми воспользуємося нашими решениями сполкома, будем готовити документи для передачи в суд на лишення його собственности. Городський голова дал указання начинать процедуру обращення в суд. Коли ми отнимемо такі объекти у тих, хто недобросовістних собственників, але я думаю, що многие призадумуються. Тому починаєте цю процедуру і не ждіть якісь відповідь. Вони за п'ять років не дослужилися дати відповідь, вони не дадуть і зараз. А ми будемо опять ждати і затягнемо ці процедуру. А на улиці Нежинська обвалилася стена аварійного здання, в якому проживали две семьи. Обошлось без жертв. Обільні осадки предопределили судьбу аварійного здання. Дом по адресу Нежинская, 40, не выдержав воздействие стихії, в результате чого одна з стен рухнула. Житель дома Станислав Вишневский рассказывает, що по счастливій случайності його с женою і с сином в момент проїжнення не було дома. Упало то, що ви видите, і так і живемо. Слава Богу, кухню не зацепило. Це було по третєго дня, і не знаю, не знаю, чудом. Я віддіхав, а, верні, я був по роботі где-то, жена тоже, сін на учебі, ну тако, не знаю. І внізу теж знаходиться жінчина, в основному, ну она, як хазяка, це непосередньо внізу. Тоже чудом не оказалось. Уже в сріду на місці проїжнення почалися роботи. Щоби фундамент не намокал, коммунальщикам предстоїть розчистити ливнівки, а також вони займуться восстановлением дымохода, крыши і рухнувшої стіни. Ми восстановимо цю стіну саму, це, скажімо так, контрфорсні роботи. Стіна буде усилена, яка в дальнішому стане підпорною стіною і не дасть дому далі, так сказати, ползти. Як розказали в мэриї, здание вже нескільки років признано аварійним, возникла больша трещина. Однак, несмотря на все предупреждения, жильці відказувалися виселяться. На момент аварії в домі проживали две семьи. Обі семі відказалися від переїзду, як і 10 днів тому, коли ми їм говорили, що стіна в аварійному стані, так і сьогодні, після того, як ця стіна обвалілося. Получили від них письменний відказ. Альтернативу, куди відселитися, ми їм давали. Жителі дому свій відказ переселяться объясняють тем, що їм не підходить предложений варіант жилья. В якому-то общежитие шикарне, таке будете жити, не туди жити. А почему у вас виселись? У мене сіну 15 років, він здесь учиться в автодорожному технікуму і я не хочу. Сьогодні, несмотря на угрозу обвалів, люди продолжають жити в домі і ждуть, поки його восстановять. Шість машин столкнулись в Малиновському районі. Пострадал один із водителів. Аварія произошла утром на Дальницьком шоссе. Сначала в ДТП попали «Опель» і «Део». После удара «Опель» по інерції выехал на встречную полосу, где задел «Фольксваген». Машини, которые ехали позади «Фольксвагена», не соблюдали дистанцию. В результате произошло столкновение ещё трёх легковушек. Травмы получил водитель «Фольксвагена». На скорой помощі його увезли в больницу. В причинах аварії разбираються следователи. Ещё одна аварія на объездной дороге. Там столкнулись четыре легковых авто. По предварительной информации, сначала столкнулись два автомобиля «Жигули», один из которых не выдержал безопасную скорость и дистанцию. От удара машину отбросило на «Ягуар» и микроавтобус «Фольксваген». 60-летнего водителя «Жигулей» с травмами доставили в больницу. Сообщили в пресс-службе патрульной полиции. В Украине подорожало автомобильное топливо. Эксперты связывают это с повышением цены на нефть. И говорят, по всей вероятности, вскоре цены стабилизируются. За последние три месяца стоимость барреля нефти поднялась с 37 до 55 долларов. Это и стало причиной роста цен на топливо, говорит эксперт. Я думаю, что на этом рост ограничится на данный момент. Нефть остается стабильной на уровне 55 долларов за баррель. И хотя цены полностью не продублировали этот мировой рост, но я думаю, что вряд ли дальнейшее повышение возможно, судя по реакции ключевых участников рынка. Я думаю, что на тех уровнях, которые есть сегодня, цены стабилизируются. Возможно, нижний ценовой диапазон немножко еще подтянется, поскольку он вообще очень слабо отреагировал на мировые тенденции. Колебания цен на топливо на разных заправках не одинаковые. Многие АЗС в Украине пока не спешат повышать цены и за большой конкуренции боятся потерять своего покупателя. Это, кстати, очень сильно настораживает и заставляет еще раз говорить о том, что именно сети так называемого эконом-сегмента или так называемые дискаунтеры торгуют совершенно непонятно чем и непонятно по каким схемам, поскольку, ну, как можно объяснить то, что цена растет в мире в полтора раза, закупочные цены в опте растут в полтора раза, растут пропорционально, а цены на заправках не растут. То есть это говорит лишь о том, что там продается не заводское топливо в большой степени, либо там используются какие-то схемы по уходу от налогообложек. Скупой платит дважды. Многие водители в целях экономии заправляют автомобиль недорогим бензином, но от качества топлива во многом зависит техническое состояние авто. Эксперт советует заправляться на проверенных АЗС, так как возможны случаи заправки фальсификатом. Это фальсификат, который не содержит акцизного сбора, НДС. И все это происходит благодаря тому, что, во-первых, в стране свободно функционируют нелегальные мини-нефтеперерабатывающие заводы, а во-вторых, в связи с карантином правительство объявило мораторий на проверки бизнеса, и, соответственно, эти дельцы, они просто не чувствуют опасности в виде проверок, в виде блокирования своей деятельности. Соответственно, этот теневой сектор, он цветет и пахнет. По словам эксперта, цены на топливо меняются по всей стране равномерно, включая и Одесский регион. Сегодня средняя цена на бензин марки А95 составляет 27 гривен 77 копеек за литр. Люди, у которых диагностированы онкологические заболевания, страдают как от самой болезни, так и от того, что лечение препарата и различные процедуры, которые могут остановить рост опухолей, стоят весьма недешево. В Минздраве пообещали, что с апреля нынешнего года химиотерапию для онкобольных будут проводить бесплатно за счет государства. Какова сегодня ситуация с финансированием лечения больных раком и сколько средств необходимо для того, чтобы помощь от государства действительно была посильной. Об этом мы говорили с президентом Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктором Сердюком. На сегодняшний день на лечение одного онкобольного украинца в среднем наше государство выделяет 250 долларов в год. Это мизерная сумма, говорит президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. Среднее для того, чтобы пролечить онкобольного, необходимо хотя бы 150 тысяч ривен. Это в среднем. На одного онкобольного это слезы, это ровно в 5-6 раз меньше, чем, например, на лечение одного поляка. Уже реально выделяется. Около 100 тысяч украинцев на сегодняшний день столкнулись со страшной проблемой онкологии, говорит эксперт. И количество больных раком с каждым годом увеличивается. Только на лечение онкобольных нам необходимо 100 миллиардов гривен. Это немного. У нас был ковидный фон на 60 миллиардов гривен. Рак не пройдет. Рак будет. Рак увеличивается на 1,5-2% каждый год. И вот 100 миллиардов, что значит 100 миллиардов? Это половина бюджета здравоохранения должна идти на лечение онкобольных. В то же время, хоть какая-то государственная поддержка онкобольных, это лучше, чем ничего, считает Виктор Сердюк. Это очень хорошо, что выделяется. Это очень хорошо, что у нас еще есть стены и есть еще доктора, куда можно прийти со своей проблемой. Но мы должны четко понимать, что, к сожалению, это не хватит и выстачит. Ну, мало. Ну, 5 тысяч живет на одну операцию. Наблюдением за онкобольным и его лечением занимаются три специалиста. И их труд должен быть достойно оплачен, говорит эксперт. Лучевой терапевт, химиотерапевт и хирург. Вот три человека, три врача, которые должны получать достойную зарплату, которые должны каким-то образом, чудом еще быть и не уехать на работу в Польшу. По словам Виктора Сердюка, многое зависит и от местных властей, а именно от выделения средств из бюджетов местных советов на лечение больных с онкологией. Решение социальных вопросов, бытовых проблем и забота о здоровье, составляющие счастливой старости. Большая часть этих забот о пожилых людях сегодня ложится на плечи родных. И далеко не все могут с ними справиться. О необходимости развития палеотивной медицины и сети гериатрических центров после новостей в программе «Тема дня» рассказывает главный геронтолог Одесской области, директор Одесского областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны Петр Волков. Или ты решаешь это там, где они живут, и обеспечиваешь этот уход, или сам, или приглашаешь кого-то, кто это умеет хорошо делать. А такие люди, слава Богу, есть. И они соглашаются на это, некоторые даже в обмен на то, чтобы жить. Это одна сторона медали. Но и переместить больного человека, который нуждается в уходе в какое-то гериатрическое учреждение, тоже никакого стыда не должно быть. Для этого это и создается. Для того, чтобы облегчить участь тех, кто в это время зарабатывает и будет это все оплачивать. В начале пути она должна развиваться. И эти должны быть или льготными, очень льготными, особенно для нашей категории людей, или бесплатными, государством, а то и государство, чтобы понимать, что эти люди когда-то сделали все, чтобы у нас было. Оставили нам и те лечебные учреждения, в которых мы работаем, и те школы, которые отстроены ими, и заводы, и фабрики, которые частично уже... Обязательно. Это роль государства. Недаром же говорят, что по степени отношения государства к своим детям и к представленным людям оценивается цивилизованность того или другого государства. В Одесской области задержали организаторов крупной нарколаборатории, которая каждый месяц производила амфетамин примерно на миллион гривен. 40-летнего организатора нарколаборатории вместе с подельником задержали в Белгороднестровском районе во время продажи очередной партии психотропов. Как выяснилось, группировка действовала больше года, а запасы наркотиков распространялись по всей области, сообщили в пресс-службе СБУ. Во время обысков в лаборатории обнаружили более двух килограммов амфетамина. Также дома у одного из фигурантов нашли большой арсенал оружия. Автоматы Калашникова, 24 пистолета, более полутора тысяч патронов и почти 15 килограмм пороха. Также обнаружили станки для производства патронов и переделки огнестрельного оружия, дымовые шашки, электродетонаторы, запалы, минометную мину и корпус гранаты. Оружие направили на экспертизу. Открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. После нескольких дней затишья снова анонимно звонок о минировании. На этот раз взрывчатку искали в Малиновском райсуде на улице Василия Стуса. Анонимный вызов на спецлинию поступил в 11.30. Взрывотехники обследовали помещение суда и ничего подозрительного не нашли. Напомним, подобные действия квалифицируются как уголовное преступление, за которое грозит реальный срок лишения свободы. Накануне правоохранители предъявили подозрение жителю Лиманского района, который 5 января сообщил о минировании кинотеатра. Мужчина признался в содеянном, а свой поступок объяснил алкогольным опьянением. Однако пьянство отнюдь не является смягчающим обстоятельством. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. 20 спасателей тушили пожар в жилом доме на Молдаванке. С возгоранием справились быстро, но спасти хозяина не удалось. Мужчина получил тяжелое отравление угарным газом и умер до приезда скорой. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения вечером. На улице Косвиной горела квартира на первом этаже трехэтажного дома. Через полчаса пожар полностью потушили. В комнате обнаружили мужчину без признаков жизни. Причину пожара выясняют эксперты. В Украине более 3000 новых случаев коронавируса за сутки и свыше 2000 госпитализированных. В Одесском регионе диагноз подтвердился у 73 одесситов и 104 жителей области. От осложнений ковида в области умерли 12 человек. Число летальных случаев с начала пандемии – 1334. В Украине лабораторно подтверждены 3285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост продолжается второй день подряд. Среди заболевших 156 детей и 186 медработников. Также за сутки подтвердили 165 летальных случаев. При этом выздоровели более 10 тысяч человек. Медики говорят о непредсказуемости дальнейшего развития пандемии в Украине из-за сильной неоднородности в регионах. Также известно, что в стране планируют ослабить карантин в некоторых регионах до уровня желтой и зеленой зон. За период локдауна многие одесситы успели соскучиться по культурным мероприятиям – походам в театры, музеи, выставочные залы. Но теперь жизнь входит в свою колею. Определенные ограничения остаются, но музеи уже ждут посетителей и даже проводят групповые экскурсии. В Одесском историко-краеведческом музее проводят экскурсии для небольших групп по 3-5 человек с обязательным соблюдением дистанции между людьми. В течение месяца здесь можно познакомиться с экспозицией выставки «Украинская революция 1917-1921. Региональные измерения». Все льготы и скидки в музее продолжают действовать. А в Одесском литературном музее говорят – экскурсия или какое-либо культурное мероприятие могут состояться при соблюдении всех карантинных требований. Принять участие в них могут максимум 20 человек. Помимо постоянной экспозиции, расположенной в залах музея, гостей приглашают и во дворик, в сад скульптур. Посетители могут увидеть, как скульптуры воплотили в миниатюре образы Одессы-мамы, Рабиновича, Сашки-музыканта, первого одесского читателя и ряда других. Но наш музей чем-то отличается. В том, что про эту экспозицию у нас у понедельника выходной, но в понедельник те, кто хочет, могут прийти в нашу скульптуру, который работает у нас щоречный без выходных. Я вижу, новый год он не работает. Новые выставки и события в жизни музея в связи с карантином дублируются и в виртуальном формате. Однако сотрудники элит-музея с нетерпением ждут гостей в залах музея, говорит Алена Яворская. В последнее воскресенье каждого месяца вход в литературный музей бесплатный. Так же, как в музей-квартиру Пушкина и музей-квартиру Паустовского. Есть определенные профессии, которые принято считать женскими или мужскими. И хотя все это весьма относительно, чаще всего в шахтах работают мужчины, а, к примеру, мастерами маникюра – женщины. Что касается профессии врача, сейчас это странно слышать. Когда-то она была исключительно мужской. И не только врача, но и медбрата. Только в XIX веке появилась сначала первая женщина – медсестра, а затем и врач. В Международный день «Женщин-врачей» наши корреспонденты узнавали у одесситов, можно ли сегодня считать профессию врача женской или мужской. Начало женской эры в медицине положила Элизабет Блэквилл, которая получила диплом врача в 1849 году. А первой медицинской сестрой стала Флоренс Найтингейл. Сегодня же главная медицинская профессия не пол, а талант. Стремление повышать свой уровень и помогать людям, говорят одесситы. Вы знаете, как дух не имеет пола, так и эта профессия не имеет пола. Тут должна быть самая отдача большая, самопожертвование, потому что врачи дают не напрасно клятву Гиппократа. И мне кажется, что есть как и хорошие и мужчины, и женщины, а зависит все от души. А без разницы. Почему она мужская и женская должна быть отдельно? И такая, и такая. Она для всех. И не только для мужчин, и для женщин. Самое главное, чтобы была квалификация. Вот это самое главное. Многие есть заслуженные доктора и мужчины, и женщины. Это неопределенно мужская работа. Хотя, говорят наши собеседники, для некоторых пациентов пол медработника иногда играет роль. Мне кажется, женщина более мягкая. Зная проблемы семьи, ребенка, она всегда мягче отнесется, чем мужчина, с более жестким характером. Хотя иногда жалость мешает, а нужна прямолинейность, жесткость. Для того, чтобы достичь профессионализма в любой сфере, важно лишь желание, приложенное усилие и опыт, говорят одесситы. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.